По мнению Банка Эстонии, рост экономики составит 2% вместо прогнозируемых в декабре 3%. Впрочем, в документе отмечается, что замедление роста экономики в стране будет носить временный характер, а в следующем году рост может составить от 3,5% до 4,3%. Также в ближайшем будущем экономисты Банка Эстонии предсказывают восстановление равновесия внутреннего и внешнего спроса. Что же касается одного из самых острых вопросов для простых жителей страны – инфляции, то аналитики Банка говорят, что она составит более 2%, что является весьма хорошим показателем. Также в число хороших новостей можно включить и низкие интересы по взятым кредитам. За последние полгода их уровень практически не изменился. Однако повышение ожидается с 2015 года. Можно сказать, что экономика Эстонии находится в стабильном состоянии равновесия. И хотя первый квартал продемонстрировал нам не самые хорошие показатели, мы считаем, что это временное одиночное явление, которое пока не дает оснований для негативных прогнозов. Если смотреть фундаментальные тенденции, поведение потребителей, их уровень уверенности, показатели импорта и экспорта, то, можно сказать, впереди светлое будущее. Тем не менее, по словам Казика, в нынешней экономической ситуации существуют и некоторые опасные моменты. В первую очередь они связаны с процессами, происходящими за пределами Эстонии. В Европе продолжаются значительные реформы для удержания евро, и все они, безусловно, сказываются на положении страны. Что касается внутренних проблем Эстонии, то они по-прежнему возникают на рынке труда. Уровень безработицы, хоть и снижается, все же в этом году составляет более 9%. Также сложности возникают с конкурентоспособностью эстонских предприятий. На это влияет активная эмиграция и неблагоприятная демографическая ситуация. Среди негативных моментов экономисты отмечают и увеличение числа крупных займов жилищных кредитов. Ведь, как показывает статистика, цены на недвижимость растут и вместе с тем увеличивается число продаж. По мнению Казика, потребление может стать слишком большим и привести к очередному перегреву рынка недвижимости. Вице-президент Банка Эстонии отметил, что несмотря на позитивные моменты, экономика страны еще слишком уязвима, поэтому в данный период времени приветствуется осторожность и снижение рисков. А расточительность и вовсе не позволительна. Это касается как предприятий, так и простых граждан страны. Елена Соломина и Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.